Дневной разворот На странице ВКонтакте Задавали мы вам вопрос Какое молоко вы покупаете То, что подешевле, то, что подороже Смотрите на цену Не на цену, а на срок годности Продукцию определенной марки предпочитаете Или вообще, какое попадется То и покупаете, и цена не важна На странице ВКонтакте смотрю Лидирует варианты ответа продукции определенной марки То есть определенного бренда 64% поголосовали Именно за этот вариант ответа А на сайте echokirova.ru Сейчас захожу Тоже лидирует аналогичный вариант Продукции определенной марки Это интересно, на самом деле Мы можем такой же вопрос задать нашему гостю Который сейчас уже у нас в студии Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы От Кировской области Кирилл Игоревич, добрый день Помните, у нас были такие программы Покупай авиатская, социальная карта Которая стимулировала спрос населения В том, чтобы они покупали наши продукты На самом деле У нас сейчас проблема с падением цен Закупочных на молоко И аграрии думают, что же с этим делать И каким последствиям это может привести И в том числе все равно Они призывают людей наших Покупать свои продукты Таким образом Отдавая предпочтение И давая возможность Нашим производителям Продавать больше продукции В Кировской области А вы что покупаете? Вы в Москву возите молочные продукты Из Кирова, как многие это делают? Раньше точно возил Но я думаю, что Владимир Как раз отразил мнение Наших большинства жителей Которые выбирают марки Я уверен, что они выбирают Это не я, это наши проголосования Вы голосование Обозначили Я думаю, что, конечно, жители выбирают Своих местных производителей Мы прекрасно понимаем, кто лидер Они правда Я вам скажу Я вот вчера на общественной палате Говорила, что звенегородские молочные продукты И мясо Теперь предпочтительнее Потому что они дешевле Вот какая история складывается Я думаю, что там небольшая разница И все же в основном люди покупают Или для себя Или для своих близких И, конечно, их в первую очередь беспокоит И качество продукта И то, что они уверены Что местные вятские производители Делают его из натурального молока Это и есть такое Но спрос падает Проблема большая Мы с вами договорились Здесь уже до эфира Что о развитии сельских территорий Когда у нас будет разговор Вы поучаствуете в этом разговоре Потому что вы тоже в теме Это будет, может быть, ближайшие Три-четыре недели Мы такую тему поднимем Сейчас у нас другие совершенно тела Мы с Кириллом Игоревичем И начнем с легкой Достаточно темы Вчера опубликовал известный блогер Российский Илья Валамов блог Которого давно ждали Особенно смешники его давно ждали Журналисты его ждали И как называет Кировский решептун Называет Телеграм-канал Креативный класс Кировской области Города Кирова Ждал этот пост Илья Валамов приезжал К нам не так давно И все думали Что же он напишет Что же он напишет Он известен критикой Критикой того Как городские власти Ведут и благоустройство И как следят за архитектурой И как сохраняют историческое наследие Много чего Много чего И мы получили Достаточно хвалебный такой пост Недостаточно абсолютно хвалебный пост В пользу Кировского здравоохранения Ему представили Бережливую поликлинику И Илья Абсолютно Так вот четко Я писал Что ну вот ребят Посмотрите Как было Как есть И как вообще В других регионах Это заслуживает Это заслуживает Уважения Но при этом Он У заголовка Своей статьи Повесил Значок рекламы Красный такой Да А в конце Написал Что это совместный проект С национальной курортной ассоциацией И в обсуждении Очень много было вопросов Собственно говоря Если это реклама Что это значит Кто заплатил за эту рекламу И платил ли вообще за эту рекламу Потому что Вот я когда лично Связывалась С Варламова Он мне ничего про рекламу не говорил Когда мы с ним Вот виделись Тоже во время его проезда Приезда Хотя вот этот вот проект Который делает Национальная курортная ассоциация Он имеет благую цель Популяризации здравоохранения И медицинских услуг Российских Например Ну что он и сделал Варламов Но вопросы были Можно нельзя платить За такие статьи Я думаю Что конечно Платить можно С другой стороны Можно рекламировать То что действительно Хорошо получается Или где есть положительный опыт Не важно В какой то сфере Что касается Кировского здравоохранения То к сожалению Количество обращений граждан Которые приходят На мои имя На имя моих коллег Оно не уменьшается Оно увеличивается Также оно увеличивается Из районов области То есть к сожалению В целом Система здравоохранения На мой взгляд Сегодня переживает Очень сложные времена Причем эти времена Коснулись не только Тех кто Употребляет эту услугу Но и тех кто работает там Потому что вопросы Которые задает Младший медперсонал Средний медперсонал Врачи Они все практически Одни и те же То есть достойная Заработная плата Условия работы И конечно будущее Потому что сегодня Как Жители наших Которые Заинтересованы В получении Качественных Медицинских услуг Так и медперсонал Интересуют А что же будет С медициной Завтра Вот эти вот Разговоры О продолжающейся Реформе О каких-то Новых Новациях Которые сегодня Предлагает Министерство здравоохранения Они безусловно Волнуют людей И люди хотели бы Знать Как дальше Будет развиваться Отечественная медицина Каким путем Мы пойдем Что будет Со страховыми Компаниями Ну и конечно Что будет С ФОМСом Поэтому Безусловно Если в какой-то Поликлинике Есть положительный опыт И есть что показать Это надо показывать В данном случае Это инвестиционная Привлекательность Региона Это Новое лицо Города Новое лицо Вятки Поэтому здесь Конечно Я поддерживаю Это целиком И полностью То что здесь Подключилась Национальная курортная Ассоциация Это прекрасно Что у нас Стали задумываться О том Что при том Многообразии Природы При том Многообразии Климатических зон Которые существуют В стране Конечно здорово Что людям показывают Что можно поехать Отдохнуть И в Кисловодск И в Сочи И на Байкал И еще куда-то Главный вопрос Это доступность Таких поездок И как государство Будет стимулировать Для собственных граждан Такие поездки Пока к сожалению Стимуляция идет В обратную сторону То есть вели курортные сборы Тем самым повысили Затраты семьи На пребывание В другом регионе Ну и конечно Вопрос логистики То есть у нас Этот вопрос Стоит периодически В Кировской области Мы знаем Какие проблемы Есть с аэропортом Какие проблемы Есть с перевозчиком С тарифами И конечно обидно Когда из соседних регионов Люди летают За три за четыре тысячи В Москву За две с половиной Удобные трансферты За две с половиной За четыре мы тоже Можем за четыре с половиной Улететь А вот за две с половиной Уже нет Ну и конечно Прямые рейсы В те курортные города Или в те места Которые вот Данная ассоциация Продвигает Рекламирует Они должны быть доступны Для людей Я уже не говорю о том Что те категории Льготников Те кто имеет право На льготные Курортные путевки Для детей Для родителей Для ветеранов Для пенсионеров Они должны конечно Сфинансироваться С регионального С федерального бюджета И конечно люди Должны на себе Чувствовать Или хотя бы раз В год Позволить себе Отдохнуть Где-то на просторах Российской Федерации Там где им нравится О еще один вопрос Все-таки о Варламове А вам приятно было Что Варламов Хоть и с плашкой рекламы Написал такой хвалебный пост В пользу Кировского здравоохранения Вы знаете Я думаю что Не всего здравоохранения Конечно Обратная сторона Ну я думаю что Еще раз повторюсь Это в любом случае Неплохо Что хоть что-то О вятке говорят хорошо То есть Что Кировская область Звучит с положительной стороны Потому что конечно Вот все предыдущие истории Они к сожалению были Или в разделе происшествия Или в разделе коррупции То есть вот это Меня абсолютно не радует Поэтому любая Положительная информация О моем регионе Мною воспринимается Положительно Хорошо А давайте сейчас Еще раз вернемся К сельскому хозяйству О котором мы В самом начале эфира Заговорили с вами Поскольку перекидывали мостик С дневного разворота И говорили про молоко Ну вот кстати Это тоже касается Фермеров О которых вы заботитесь И даже целый Законопроект В Госдуме Выдвинули Он касается Как раз мелких Сельхозпроизводителей И фермеров О продаже их продукции На рынках В чем он заключается Расскажите пожалуйста За что вы радеете Я с коллегами Внес законопроект Который Фактически прекращает Предыдущий законопроект Который требует Переноса Сельскохозяйственных рынков В капитальное здание То есть тот законопроект Принимался Несколько лет назад Он принимался Когда был активный Политический рост Политический такой Экономический бум Надутый Когда на дрожжах Росли квадратные метры Торговых площадей И безусловно Его пролоббировали Строители Его пролоббировали Крупные Международные Торговые сети С тем Чтобы создав Такой комплекс Безусловно Максимально Его заполнить Теми арендаторами Которые им выгодны Наш законопроект Предполагал Что рынки Могут находиться И во временных Помещениях И в старых Помещениях Ну естественно Там отремонтированных Соответствующих ГОСТу И просто Создаваться Муниципальными Образованиями Там где они Посчитают нужным Там где это Будет удобно Мы говорили о том Что оппоненты Наверняка будут говорить Что вот Сейчас появились Ярмарки выходного дня Но эти ярмарки Там 15 лет назад Мы начали пробивать И тогда там Наверное Пять или шесть раз Встречались с Быковым И он бил себя в грудь И говорил Что он не даст Грязи Прийти на Кировские улицы В результате Сейчас это стало модно Сейчас ярмарка Выходного дня Главная площадь города Но они выглядят Очень жалко Это мое Мое субъективное мнение Наши ярмарки Выходного дня В Кирове Которые происходят Выглядят жалко Светлана Здесь вопрос Наверное Комплексного решения В целом Во всех отраслях экономики Но в сельском хозяйстве Это наиболее Наверное Остро видно Потому что С одной стороны Федерация говорит Давайте примем Программу По строительству УРЦ Чтобы у крестьян Была возможность Хранить где-то продукцию Перерабатывать ее Современные там Методы очистки Упаковки Переработки А с другой стороны Ничего же не сделано Этого нет И в результате Селянин сегодня Остается один на один Со своей продукцией И с ветеринарной службой И с ветеринарной службой И со многими другими С Россельхознадзором И с одной стороны Мы говорим Что да Нам надо больше Выращивать Картошки Нам надо больше Борщевого набора Молока Мы заинтересованы В том Чтобы Увеличилось Борщевого набора Что это такое Классический набор Капуста, морковь То есть Чего мы варим Дома борщ с вами Да То есть Есть такая Терминология А в результате Мы не видим Конкретно В Кировской области Даже в зачатке Всего этого С одной стороны Строятся Крупные Торговые хабы Крупных федеральных сетей Они создают магазины Дальше они приходят В небольшие районные центры Мы с вами это обсуждали И они убивают Все маленькие магазинчики Которые были до этого Ну и естественно Они уж точно Не способствуют тому Чтобы крестьяне Фермеры Просто люди Которые у себя На приусадебном участке Что-то произвели Или просто сходили в лес А у нас эта возможность есть Собрали там какие-то Дикоросы Грибы Ягоды Потом посушили Их сделали варенье Чтобы они это могли Продать кому-то другому Ну нет такой возможности И к сожалению Это абсолютно не стимулируется Когда мы говорим Развитие малого Среднего бизнеса Под малым бизнесом Мы как раз это и подразумеваем То есть мы хотим Чтобы у человека Была возможность Заниматься бизнесом Тем который Ему удобен Который есть В его региональной Климатической зоне И здесь конечно Вопрос самозанятости Вопрос помощи И вопрос Как регион помогает Чтобы это было У вас ведь речь идет Не только о фермерах И мелких производителей Но у вас также О бабушках и дедушках Которые продают Вот на улицах Вы о них тоже говорите Конечно Что их нельзя Загонять в рынки Да В капитальные строения Дать возможность Продавать все-таки На открытых рынках И не только На ярмарках выходного дня Которые раз в месяц Организуются Да С одной стороны А с другой стороны Но если там будет 10-15 мест Для тех же бабушек Которые принесут Зелень Там яблоки Может быть она пойдет Там бруснику Или клюкву Ну собирает То есть почему нет То есть это же Возможность ей продать Заработать А кому-то купить И это определенный колорит То есть очень многие С этими инициативами Что еще нужно сделать Чтобы их продвинуть Кирилл Оборудование С низкой ценой Совершенно И бабушки Ну ничего не происходит Консенсус Мы их давали Упадают Пенсии Сейчас вы знаете Активно обсуждается И активно обсуждаются Там лоббисты Которые сегодня Хотят его все же Перевести Из муниципальной плоскости В частную Они обсуждают Как раз вот Закрытие строительства На его месте Там торгового офисного центра Может быть С каким-нибудь Небольшим Маленьким там Рыночком Рядом или внутри Хотя с другой стороны Есть опыт Ешкаралы Там коллеги могут Съездить туда И посмотреть Там сделали то же самое То есть там в принципе Классический рынок Перевели вот в такое состояние Но при этом Оставили и открытую Уличную часть Где вот эти самые Бабушки-дедушки Можут стоять Но там еще построили Складские помещения И внутри есть теплая часть Где соответственно Точно так же Продается сельхозпродукция То есть надо смотреть Опыт других регионов Людям-то это понравилось В целом Постребовано Они ходят туда Да Я в Ешкарале вижу Что люди туда С удовольствием ходят Причем ходят и как раз В том числе Вот те бабушки и дедушки О которых мы говорим Да То есть речь идет Все-таки о заинтересованности Есть интерес У руководителя Построить так Чтобы людям было Всем хорошо и удобно А не только там Крупным монополистам Да И олигархам Я думаю Что в большей степени Речь идет о мудрости Тех чиновников Которые сегодня Находятся во власти Почему Ну они должны понимать Что Вот те времена Когда просто строим И в одну сторону Все ходили Они уже постепенно Заканчиваются Это что это вам дает Такую уверенность Делать такие заявления Ну я думаю Посадки Высокопоставленных чиновников В том числе И это И конечно Подход Который сегодня Необходим Для того Чтобы Вот Ту ситуацию Которая сегодня Складывается На международной арене Не превратить Во что-то более серьезное Здесь внутри страны То есть надо все же Начинать Социальная напряженность Чтобы не возникало Вы об этом сейчас Скажите Да у нас и президент Об этом все время говорит Учитывайте мнение населения Учитывайте мнение населения Ну вот сейчас Он с доверенными лицами Встречался И там очень Остро поднималось Ряд вопросов И как раз вот Учитывать мнение населения Раз А второе Не врать То есть он еще раз говорил Что не давайте Пустых обещаний А это разные вещи Не врать И не давать Пустых обещаний Если бы еще Владимир Владимирович К себе бы применял Это правило Да Когда это что это Вот сейчас Володя Придут смотри Спросят Что ты имеешь ввиду Ну нам есть что сказать По этому поводу Видимо мы к теме Президентских выборов Плавно переходим Раз уже помянули Глава государства Полтора месяца Как-никак остается Но чуть больше До президентских выборов В целом Вот по моим ощущениям Как-то жители Кирова Ну как-то Об этом пока еще не думают Такой Пассив такой Придут выборы Там Кто сходит Проголосует Кто не сходит Сейчас по моему Неинтересно Или малоинтересно Сколько кандидатов Сейчас выдвигается На пост главы государства Кирилл Игоревич Вы как картину Эту видите Я вижу что Жители Кировской области Просто вообще Устали от выборов Потому что Если мы с мамой Посмотрим Пятилетний период То у нас По моему Четыре года подряд Или там через год У нас Выборы какого-то Серьезного уровня И конечно Граждане Ну откровенно устали В четырнадцатом году Были выборы Губернатора Потом были выборы В УЗС В Гордуму Ну в общем да Опять губернаторы Опять губернаторы Опять в ГД То есть сейчас Вот президентские выборы Ну конечно Люди устали И второе Конечно Всех сегодня Наверное Волнует А вот мы ходим Или не ходим На выборы Что меняется В нашей жизни И здесь И здесь конечно Вопрос В том числе К другим средствам Массовой информации Там про вас Я ничего не могу сказать У вас Плюраризм Мнений полный И вы обсуждаете Насущные Болезненные вопросы Иногда там За чертою Но Тем не менее Вы их обсуждаете Поэтому У вас наверное Такая аудитория А в других средствах Массовой информации Мы зачастую Видим только Одну генеральную линию И эта генеральная линия Представлена К сожалению Как раз теми чиновниками О которых мы с вами говорили Которые там За свой Предыдущий Бэкграут Должны отвечать Но Они ничем не отвечают А те скандалы Которые переходят По наследству К новым чиновникам Которые сейчас Пришли в Киров В область Конечно Не радуют никого И поэтому Отношение к выборам В целом Я думаю Что у нас В регионе Такое Достаточно скептическое Но при этом Очень надеюсь Что люди понимают Что мы все же Выбираем Президента страны Верховного Главнокомандующего И от того Сколько человек Придет на выборы И как они проголосуют Будет в том числе Зависит Как мы все Дальше будем вместе жить А как вы относитесь К этой истории С привлечением Избирателей На участки Избирательные 18 марта Когда Придумывается Довольно серьезные Довольно серьезные Мероприятия В этот день Как например Голосование За проекты По благоустройству Территорий В рамках федерального Проекта Комфортная городская Среда Самое странное Что все говорит о том Что бюллетени Именно там будут Разложены Но почему-то Чиновники Не озвучивают Это вслух Хотя очевидно Где еще бумажки Можно разложить Чтобы галочку поставить Правда же Как не в день выборов Потому что в марте Это должно случиться Любое привлечение Я приветствую Потому что я считаю Что чем больше Придет людей На выборы Тем больше Мнений Мы получим То есть вот Такого Что придет больше И проголосуют Больше За того или иного Кандидата На мой взгляд Это вот как раз Уже абсолютно Не догма А то что надо Привлекать Именно как раз Муниципальными проблемами На мой взгляд Это очень правильно Потому что Если мы сегодня Начнем привлекать С проблемами Благоустройства Потом Через какое-то время Мы сможем Спросить С местных чиновников А что сделано В рамках Этого благоустройства Если мы сегодня Говорим Что там В частности В городе Киры Есть определенные проблемы По очистке улиц Тротуаров По освещению По Внутри Дворовым территориям То Люди смогут Высказать Своё отношение И уж точно Наверное Они не Поставят галочки На трех листах Которые им предложат Если там будут Одни обещания И прожекты А скорее всего Эти галочки Появятся В том числе И в отрицательной зоне Для кого-то По тем итогам Которые люди Ощущают на себе Каждый день Когда они идут На работу В поликлинику В больницу В детский садик Или провожают Ребенка В школу Кстати Сейчас в интернете Полно-полно Опросов За кого бы Вы проголосовали Если бы выборы Состоялись В ближайшее воскресенье Вы участвуете Я за Владимира Вольфовича Жириновского Проголосую Мы сейчас Прервемся Буквально на полторы минуты У нас реклама И продолжим С Кириллом Черкасовым Депутатом Государственной думы От Кировской области Тут у нас есть вопрос И заместителем Председателя комитета Госдумы по экологии Охране окружающей среды Если успеем Возможно И поговорим о том Что в недрах комитета Происходит Да Но прежде Начнем Наверное Все-таки Про то Как вы оценили Деятельность Руководителя Кировской налоговой службы Вы поставили вопрос О профессиональной пригодности Руководителя Продолжается программа Дневной разворот Депутат Государственной думы От Кировской области Кирилл Черкасов У нас в студии Я сейчас как-то Как диктор первого канала По-моему Прозвучала Нет? Торжественно Да Мы сейчас Будем говорить О том Как отреагировала Налоговая инспекция Кировской области В лице ее руководителя Светланы Черушиной На следующее Ваше заявление Я цитирую Примеры ухода Крупного и среднего бизнеса Из региона Банкротства предприятий Все это красноречиво доказывает Профнепригодность Нынешнего руководителя Кировской ФНС И я как депутат Обязательно задам Соответствующий вопрос Федеральным руководством Налоговой службы Так что Как отреагировали На ваше заявление? Отреагировали Конечно Как обычно Печально Попытались перенести На личность Но данная чиновница Наверное Не понимает Что В данном случае Я выступаю Как депутат Избранный От Избирателей Кировской области За последние 10 лет Я думаю 15 лет Мы видим Что стало С кировскими предприятиями Что стало С налогооблагаемой базой И что стало С инвестиционным климатом В регионе И К сожалению Последние 4-5 лет Очень большой Вклад в это Внесла Вот эта Госпожа Чиновница Светлана Чарушина Да Я думаю Что Если произвести Правильную статистику Не ту Которую Они пытаются Показывать А реальную Статистику То количество Предприятий Которые у нас Работали в Кировской области Они сократились В разы Реальных предприятий Я не беру Скажем так Изменения Статистики Которыми Манипулируют Нынешние чиновники Когда они Индивидуальных Предпринимателей Записывают Еще кого-то Ну а второе Это вообще Возможность Вести Развивать бизнес В регионе То есть Я считаю Что здесь Мы наверное В Поволжье Одни из худших По показателям И уж точно Общаясь С Предпринимателями Общаясь С теми Кто занимается Частным бизнесом Мы постоянно Только это и слышим А в новостях Мы видим Совершенно другую Картинку Причем очень интересно Когда она говорит О том Что У нас увеличивается Количество предпринимателей То наверное Она забывает Что Когда речь идет О конкретном предприятии То на нем работают Десятки Сотни людей Иногда Тысячи И у нас сегодня Фактически нету В регионе Ни одного предприятия Которое может похвастаться тем Что Количество рабочих мест Там увеличилось Что налогооблагаемая база В регионе увеличилась Она у нас сокращается С каждым годом А это говорит о чем Что предприятия закрываются Они снижают свой оборот Они снижают свою выручку Соответственно Теряются рабочие места Поэтому Да Есть наверное Какие-то показатели Которые спускаются Из Москвы Да Есть Требования Наверное Которые Предъявляются Но Приходить на предприятие И насчитывать ему Там 20 30 90 100 Миллионов Рублей Штрафа А потом По факту Этот штраф Снижается Или в разы Или он вообще Уходит Вот здесь у меня Как раз вопрос Это что Это такая Политика Запугивания Бизнеса Это такая Тактика Сначала Насчитать Десятки Сотни миллионов Отчитаться За них А потом Не получить Или ни копейки Или как-то Прикрыть этот вопрос Поэтому Раз уж Госпожа Чиновница Вынесла вопрос В эту плоскость Я думаю Что мы Поможем Чтобы действительно Приехали И разобрались Компетентные органы В ее работе В моей работе Мне Скрывать Нечего У меня Есть Множество Обращений У меня Есть Постоянная Переписка С очень Многими Коллегами Которые Говорят О том Что Сегодня Вот В этой Сфере У нас В области Явно Есть Проблемы Эти Проблемы Озвучиваются Даже Исполнительной Властью Где На совещаниях Госпожа Чарушина Вынуждена Периодически Вступать В очень Острые Дискуссии С Министрами С руководителями Департаментов Которые Ответственны За эту Политику Я Сегодня Буду Встречаться С министром Экономического Развития Области И как раз Поговорю С ним На эту Тему Чтобы Посмотреть Реальную Статистику За последние Три года А дальше Мы продолжим Этот разговор Ну Еще раз Повторю Я считаю Что Своим Делом Должны Заниматься Профессионалы И Очень Многое Зависит От человека Который Возглавляет То или иное Направление И если Мы с вами Обсуждали По городским Чиновникам Которые Курируют Рынки Розничную Торговлю То есть Там были Какие-то Вопросы То это Наверное Повод Господину Шульгину Или Госпоже Ковалевой Задуматься О профессионализме Этого чиновника То есть Насколько Он действительно Компетентен И он Что делает Для того Чтобы Муниципальное Образование В этом вопросе Прирастало То же самое То есть Руководство Налоговая служба Наверняка Заинтересуется Вот этими Псевдопоказателями Кировского УФНС Которая Рапортует О больших Начислениях Каких-то штрафов Еще что-то А по факту Потом получает Копейки То есть Как так получается В взаимоотношении Налоговой Кировских предпринимателей Мы как раз Обсуждали недавно В программе Дневной разворот На примере Одной известной Кировской компании С которой Налоговая Затребовала Дополнительно Налогов Соответственно На 50 миллионов рублей Это убийственная сумма Для этого предприятия Якобы Налоговая Все свое доказательство Строит на том Что был компьютер Изъят Главного бухгалтера И вскрыт Это личная переписка Вроде как Незаконно Хотя Налоговая уверена Что все в рамках Правого поля Такая ситуация Так Ну хорошо Хорошо Давайте Перейдем К следующему вопросу У нас еще Две темы Которые мы хотели Обсудить Одна из них Касается Детских садиков И скандальные Совершенно Сообщения О том Что вскрыла Комиссия Контрольный счет Табалата Да Это касается Снабжения садиков Продуктами питания И закупочной цены Этих продуктов А также Зарплат тех чиновников Которые занимались Поставками продуктов Зарплаты Руководителей По представлению Контрольной счетной палаты Составляли В районе 250 тысяч рублей В месяц В то время Как мы знаем Что из себя Представляет Меню В детских садиках Наших Прекрасных Школах Потому что Стараются Удешевить Чтобы можно было Родителям В разных Совершенно Социальных Групп Оплачивать Это питание Вы отреагировали На эту публикацию Ну здесь опять Легкая такая Завеса Многомиллионные Нарушения В системе Детского питания Город Проверка Это Исток проверки Откуда пошел То есть Это запрос Наших Городских Депутатов Которые были Избраны В новом созыве То есть Изначально За вот этой проверкой Стоят обращения Депутатов ЛДПР Мои обращения К контрольным органам Мы Неоднократно К этому вопросу Подходили Первый раз Мы это делали В Слободском Еще с Николаем Дубравиным Если вы помните Вот там мы Проинспектировали Просто проанализировали Какая цена В детских садиках Была Там где Супруга Бывшего главы Занималась Поставками туда Картошки И апельсинов И крупы Пришли просто в ужас Там цена Завышалась Два-три раза Поэтому сейчас В новую гурдуму Когда были избраны Депутаты от ЛДПР У нас четыре коллеги Там сегодня Мы написали запросы Вы знали В какую точку Бить Можно Да Откровенно Потому что мы понимали Что нарушения там есть И нарушения серьезные Люди обращались С этими вопросами И конечно Мы в первую очередь Предложили проверить Муниципальное предприятие Потому что Как раз вот школьное Дошкольное питание Это один из самых Таких болезненных вопросов Которые нам часто Задают избиратели В Кирове Просто жители С которыми мы встречаемся И вот проверка Выявила Что да Это есть То есть теперь Это уже не спрячешь Теперь это уже Никак не объяснишь Надо разбираться до конца Поэтому мы доведем Это точно совершенно До конца И мы сейчас требуем Чтобы там разделили На две части Вопрос Первое Навели порядок Поменяли нынешних Руководителей Поставили новых Им обозначили Руководители чего А вот все это Система То есть здесь В чем интерес И что очень интересно Что здесь Создана многоуровневая система То есть это не одно предприятие Которое отвечает А там как бы Три предприятия Отвечает за закуп продуктов Да То есть там Очень интересное Разделение полномочий Поэтому я думаю Что сейчас Будем добиваться Что была во-первых Прозрачная система Для всех И были поставлены Руководители А дальше Математика очень простая То есть есть Сумма Которую люди сдают На питание своих детей И есть Сумма на оценке Которая абсолютно Публичная В ходе торгов Выявляется А дальше Тот небольшой процент Который должен идти На обслуживание То есть на коллектив На зарплату Тем кто это делает И второй вопрос Это вопрос Правоохранительным органам То есть кто назначал Прежних руководителей И куда уходили Вот эти вот Многомиллионные суммы Как они Растворялись Там по счетам По каким-то другим Схемам Но правоохранительные органы Должны дать этому оценку И соответственно Люди которые будут Признаны Виновными Они должны понести наказание О каких суммах Причиненного ущерба Идет речь Там десятки миллионов рублей Десятки миллионов рублей Вот я смотрю публикацию 15-16 годы 27 миллионов рублей На схемах По закупу продуктов Для детских садов Это то что Только вот вершина айсберга То есть там еще внутри Мы уверены Есть много Вопросов Вот К тем ценам По каким закупалось И у кого закупалось То есть сегодня Те кто понимает Госзакупках В 44-м ФЗ 223-м Они легко могут Соотнести И это долгосрочная тема Она давно существовала Да Годами Да К сожалению Она была известна кому-то Или она существовала В замкнутом пространстве И никто даже не подозревал Что так может происходить Вы знаете Не было такой возможности Вот Задавать вопросы Скажем так Онлайн И в прессе И на заседаниях Городской думы Нас просто туда Не допускали Да И конечно Вот эта вот история Мы помним с вами Кто возглавлял город Кто назначался На должности замов Кто назначался На должности Руководителей Муниципальных предприятий То есть Ну мягко говоря Профессионализм данных товарищей Точно под сомнением А уж их Скажем так Принадлежность К одной группе Она Всем очевидна Поэтому здесь И Парк Победы Здесь и Автотранспортное предприятие Здесь управляющая компанией Ленинского района То есть это все Звенья Одной группы Которая К сожалению Продолжает В городе Существовать И в области Существовать И я надеюсь Что вот Эти первые Скажем так Проверки Которые сейчас Прошли Они покажут Что правоохранительным органам Надо всерьез Заняться Этой группой Ее руководителями И просто Навести порядок Вернуться хочется Еще ненадолго К питанию Если порядок Наведете Добьетесь Все-таки Своей цели Что в итоге Родители Дети получат Более качественное питание Или что Дети получат Качественное питание А родители будут Тратить на него Ровно столько Сколько это питание Стоит А следующим этапом Мы все же Перейдем к той программе Школьного молока О которой мы говорили Уже там Последние 10 лет И добьемся того Чтобы Министерство сельского хозяйства И Министерство экономического развития Запустило у нас Такую региональную программу У нас Напомните В чем суть? Суть в том Чтобы кировские производители Могли напрямую Поставлять Свою продукцию В школы И конечно Вот здесь вопрос Исполнительной власти Вопрос той же Налоговой службы Вопрос городских чиновников Чтобы Эта цена была Минимальна Для Маленьких жителей Вятки Чтобы Они могли Есть Свежее Хорошее Молоко Творожки Йогурты Продукцию Там из Мясопереработки По доступным ценам А кировские Производители Могут себе Это позволить Потому что Сегодня К сожалению В большинстве Они не имеют Доступа Даже вот К внутримуниципальному Заказу Это тоже Большая проблема Когда мы Говорим о том Что вятские Производители Должны получать Приоритет При региональных Поставках Ну вот все Время Нашей программы Подошло К концу Будем Боапристали Следить За вашими Инициативами Они Серьезные Вопросы Затрагивают Особенности Нас интересует Конечно Вот это Последнее Раскрытое Убепом Нарушение В системе Детского питания Города Детский Продолжение следует...